У меня сегодня два вопроса. В первом вопросе я бы хотел попросить вас прокомментировать заявление Жозефа Барреля о том, что Армения и Азербайджан присоединились к Евроспийскому Магнитскому и потом внезапное исчезновение двух стран из этого списка. Мы видели действительно факт некой доработки ЕСовцами, опубликованного 17 декабря заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности, которое было сделано от имени Евросоюза, о присоединении ряда третьих стран так называемых правочеловеческими санкциями Европейского Союза. В его первоначальной версии в списке третьих стран фигурировали Азербайджан и Армения, однако через некоторое время они оттуда чудесным образом исчезли. Конечно, на мой взгляд, этот вопрос был бы правильнее адресовать брюцсельским, ну даже не функционерам, а фокусникам, потому что это действительно какая-то магия, это, знаете, такое жонглирование различными версиями своих документов. Что касается нашей оценки, я хотел бы отметить, что все потуги Брюсселя придать своим антироссийским рестрикциям вид соответствия международно-правовым нормам за счет подтягивания всеми правдами и неправдами к своим санкционным мерам третьих стран, это пустое, неконструктивное и бесперспективное занятие. С какой стороны на них, несмотря на сторонние ограничительные меры Европейского Союза, принимаемые в обход с этой безопасности ООН, являются грубым нарушением норм международного права. А вот история с появлением, а затем исчезновением Азербайджана и Армении из списка стран, поддерживающих так называемые правочеловеческие санкции ЕС, вот это как раз тот самый яркий пример и неоколониального мышления, в политике Брюсселя и того, что непосредственно хочет западное сообщество во главе с США, под эгидой Брюсселя, от этих, да я бы даже не сказала от этих стран, от влезания в процесс урегулирования отношений между странами. Мы же об этом говорили, что единственная цель и задача никаким образом не связана с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, с урегулированием последствий длительного, действительно, десятилетиями идущего кризиса там, а это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку, вот, понимаете, взять какую-то еще одну антироссийскую высоту, закрепиться в очередной раз на антироссийских позициях, где-то в непосредственной близости от нашей страны, не дать возможность реализоваться всему тому позитивному, конструктивному и, кстати говоря, очень эффективному, что было выработано под эгидой или при содействии, при посредничестве Российской Федерации. В попытке заставить наших соседей следовать своему санкционному, в том числе антироссийскому курсу, Евросоюз просто уже идет на все, на что только можно, включая, мне кажется, даже прямой подлог, а я уверена, что это не случайность, это не опечатка, я думаю, что это прямой подлог. Я искренне всем желаю, вовлеченным, чтобы это стало для всех уроком того, как надо с этим ЕСовским и НАТОвским двурушничеством быть на чеку. И мы видели соответствующее опровержение из столиц, что они не поддерживают указанность санкций. В любом случае, односторонние ограничительные меры Европейского Союза, еще раз повторю, являются грубейшим нарушением международного права. И вот второй вопрос. Вы знаете, вчера вечером премьер-министр армии не дал интервью.